Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами начинаем подводить итоги виноградного сезона и посмотрим наше урожай столовых сортов винограда. Но прежде чем мы приступим к просмотру, кратенько, что же было у нас в этом сезоне. Первое это такая холодная и поздняя весна. Но тепло наступило только в 20-х числах мая, и то тепло такое условное. И до середины июня тоже температура была довольно прохладная. Затем более-менее лето какое-то наступило, но шли дожди, а после дождей пришла жара. В августе, я уже точно не вспомню, но пару недель стояла такая сильная жара и сильная суша. И по расписанию 1 сентября к нам пришла осень. Стало, я бы даже сказала, холодно для этого времени года. Также в первых числах сентября у нас были заморозки. Да, нам повезло, нас зацепило буквально чуть-чуть. Кое-где молодые листочки, верхушки, то есть незначительно. И пошли дожди. Температура, ну вот мы достаточно тепло весь сентябрь одеты, и температура там где-то 15 градусов, а где-то и 14, и 12. Ну и ночные тоже достаточно холодные. То есть вегетационный период в этом сезоне у нас получился очень короткий, я бы даже сказала, самый короткий за всю историю, за наш опыт виноградарства. Ну и было еще одно обстоятельство. В этом сезоне в нашей семье появился малыш, и у меня совершенно не было времени уделять внимание винограднику. Ну понятно, что мужу приходилось делать еще много других работ, поэтому наш виноградник в этом году получил от нас, скажем так, минимум внимания. Тем не менее, какие-то урожаи мы получили. Мы сейчас покажем это вам. Это у нас Академик, а в прошлом году была сигнальная гроздочка, парочка. И в этом году уже он более полноценный, полноценный, но с этой стороны, конечно, гроздочки скромноватые. Смотрите, могут быть грозди и вот такие. Да, то есть потенциал на самом деле очень хороший. Ну, конечно, вот эта вот большая гроздь немножечко не дотягивает в этом сезоне. Ну, я думаю, что еще бы нам с какую-нибудь недельку тепла, и все было бы замечательно. Тем более, надо понимать, что куст молодой, ягода крупная, потенциал очень хороший, особенно в хороший год. Ну, даже в этот, я бы сказала, что все вполне неплохо. 20 сентября, ягода готова, приятный, сладенький вкус. Плотноватая мякоть, конечно, еще бы недельку тепла, и он бы прекрасно добрал все кондиции, он бы очень вкусный. Но, к сожалению, мы погодой пока управлять не умеем. Аладинчик красавчик у нас на беседке сидит. Но в этом году, конечно, цвет у него обалденно красивый. А в прошлом году он как-то ушел в какое-то коричневое, что никак, конечно, не сказалось на его вкусе. Но в этом году не гроздь, а просто загляденье. Среднего размера гроздочки, достаточно крупные ягоды и очень яркий вкус. У него прям такой вот сильный мускат. Ягода плотная, мясистая. В прошлом году я, кстати, делала из него изюм, просто разрезала ягоду пополам, доставала косточку, подваливала в печке. Ну, это конфетка. Лучше любых сладостей, лучше любых конфет. По срокам обычно он созревает в начале сентября. В этом году несколько задержек. Сегодня у нас 20 сентября, полностью ягода готова. Большой плюс, Аладин нам хорошо может висеть на кусте. Аркадия. Стабильный, надежный, проверенный сорт. Вот сколько было таких неудачных сезонов, ну, честно, Аркадия не подводила абсолютно никогда. Да, какой-то год могут быть более крупные гроздьи, какой-то чуть менее. Но всегда мы сражаем и таким достаточно хорошим. Ну, с другой стороны, вот, по сравнению с моей рукой, вполне ничего, да. Здесь, смотрите, гроздь не очень большая, но зато ягоды, ну, такие очень эффектные. Сегодня у нас 10 сентября, ягода желтая. Может быть, конечно, камера не все показывает, но ягода желтая, ягода уже полностью готова. Даже вот с такой вот косточкой. И даже в этом сложном сезоне, всегда, когда показываю, немножко поясняю, да, кто-то смотрит, да, здесь при стенах. Но на самом деле здесь солнце приходит только во второй половине дня. И под вечер тоже его нету, потому что соседский дом создает тень. Это вообще западная сторона. Ягода с легким хрустом, с приятной сочной мякотью, сладкая, с легкими мускатными оттенками. Но до мускатных оттенков не всегда удается Аркадии довисеть. Почему? У нее рано уходит кислота, ягода становится вкусной, сладкой, ее съедают. Но если дать ей еще чуть повисеть, кстати, Аркадий достаточно хорошо может висеть на кусте, то в ягоде можно будет почувствовать и легкие мускатные нотки. Подчеркну, что легкие. Это у нас атос, гроздочки небольшие, но тут и куст молодой, и место для него не самое лучшее, поэтому не очень хорошо он растет. Ну, такая красивая черная ягода, можно сказать, одна в одну. Достаточно крупная, ягода сочная, хрустящая, с приятным гармоничным вкусом. И чувствуется немножко легкая терпкость, но именно легкая, которая дополняет вкус ягоды. По срокам ранее, конец августа, начало сентября, он должен созревать. В прошлом году примерно он уложился в эти сроки, в этом несколько запоздал. Недельки на две, ввиду сложившихся погодных условий. Ну, место здесь у него такое, что солнышко. Здесь бывает достаточно короткое время. Байконур, у нас он растет не очень хорошо, тут не самое благоприятное место, но грозди на самом деле впечатляют. Смотрите, размер ягоды. Такая крупная, после дождя ничего с ней не сделалось. Вот две грозди у нас здесь, и две грозди на той плоскости. А вот эта страна совсем тенела, и здесь ягода полностью окрасилась. А вот на светлой стране не совсем. 20 сентября у нас сегодня. Разве что вот эти вот самые розовые ягодки, да, в этом сезоне чуть-чуть не довисели. Но вот эти, вот эти, они вкусные, сладкие, с приятной хрустящей мякотью. Кстати, в прошлом году у нас веточка баконура пролежала где-то до середины декабря. Уже выпал снег, высохла, говорит, немножко. А ягода прекрасно сохранилась и была вкусной, при том, что никаких специальных условий для хранения мы не создавали. Но даже если говорить о дождях, о сроках, да, то даже после дождей у него вкусный, ну, как бы не разнулся. Бывает, что у некоторых сортов все становится слишком водянистым, а здесь нет. Приятная, плотная мякоть с хорошим гармоничным вкусом. Валек, нашему Вальку третий год, и это его второе плодоношение. В прошлом году показывал маленькую гроздочку, ну, и в этом оставили раз гроздь, два гроздь, и там дальше еще одна, чуть подкроннее. Ягода достаточно крупная, тем более, что, в принципе, тоже можно сказать, что это все-таки плодоношение сигнальное. На 20 сентября ягода готова полностью. Вкус приятный, с легким мускатом. Как говорят, грушевый мускат, ну, не знаю, мне кажется, может, не груша, а может, даже легкие какие-то цитрусы. Это особенность индивидуального восприятия. Важно, что сама по себе. Ягода очень вкусная, достаточно такая плотная мякоть. Не совсем вот мясо-мясо такое, а чуть меньше, но тем не менее ягодка плотненькая, вкусненькая, хрустящая. Даже с учетом того, что у нас уже 20 дней, как стоит очень прохладная погода, идут дожди, аромат не размылся. Конечно, в хороший год он будет гораздо вкуснее. Тем не менее, сортовой вкус и аромат очень явно ощущается. Элис, это у нас второй урожай. Ну, кустику почему-то тут не нравится, чего-то не хватает. Кустик слабоватый. Вот такие гроздь, там еще на той плоскости есть гроздь. Я ее показывала, когда мы нормировали. Вот эту красавицу не очень хорошо видно. Ну, даже в такой неблагоприятный год, в принципе, все достаточно неплохо. И ягоду налил, да, ягода созрела. При этом в последние две недели шли дожди. Но к велесу часто какие претензии, что трещит и днёт. У нас не потрещало и не погнело. Кстати, и в прошлом году, когда шли очень затяжные дожди, тоже у нас велес не потрещал. То есть, ну, с ним вполне можно работать. Вот, все-таки добралась я до этой гроздочки с другой стороны. Вот такая вот она у нас красивая. В прошлом году был нормальный мускат. В этом году, ну, за счет вот этой воды. И с учетом того, что с 1 сентября у нас резко пришла осень, то, конечно, мускат и не слышно. Но, тем не менее, ягода приятная по вкусу. Галахат сорт ультараневый срок созревания. Основная особенность у меня ягода почти всегда будет такая зеленая. Чуть-чуть желтеет. Здесь еще он в тенечке растет, поэтому может немножко смущать своим внешним видом. Тем не менее, он уже давно готов. Готов он был на начало сентября в этом сезоне. Ну, вот он плохо и повисел. Ягодка довольно крупная. Очень сочная, с приятным, я бы сказала, даже каким-то фруктовым ароматиком. Кишмеш запорожский. Тоже у нас растет на беседке. В этом году думали, что с рожаем будет так себе, ввиду того, что здесь было очень загущено во время цветения. Поэтому пыление было не очень хорошим. Тем не менее, ну, просто не нормирование. Вот такая замечательная гроздь. Далеко не самая мелкая ягода. Причем это чистый кишмиш. Ничего там, никаких косточек не попадается. Вот там тоже замечательная гроздочка. Ну, размер ягод вот здесь такой. Ну, вообще, я бы сказала, что очень хороший вкус. Вкус приятный. Да, есть легкая кислинка. Ну, именно такая гармоничная кислинка. В общем-то, он очень похож на мармеладик. И по консистенции такая вот она мармеладная. И по вкусу хорошая сладость. Очень легкая кислинка. То, что можно вот такой гроздь среза. Сразу за один присед съел. И будет очень вкусно. На 20 сентября в этом плохом сезоне он уже полностью созрел. Но при этом тоже мы знаем, что может хорошо и долго висеть на кустах. Кроме того, как пару лет подряд делали из него изюм. Тоже изюм получается очень приятный, не приторно-сладкий, а тот, который вот можно вечером сидя за телевизором, взял жменьку, поел и будет вкусно. Ну, а уже тут про выпечку я вообще молчу. Интрига ранее в этом году очень скромная. Вот здесь бросьбочкой, там чуть дальше. Есть еще пару гроздей. Дело в том, что прошлую весну мыши выели почти все почки. Соответственно, куст жировал. Буквально там 2-3 побега было. Пришлось все восстанавливать, но не все так быстро, тем не менее. Какой-то урожай есть. Кстати, в прошлом году тоже была гроздочка. Созрела вообще очень рано, в начале сентября. Ну, в этом году вот на 20 сентября. Все полностью готово. Очень вкусная ягода. Такой вкус своеобразный. Мне кажется, что там может какие-то такие или вишневые, или такой вот желтый, медовый, сливы. Именно что-то такое фруктовое. Очень необычный вкус для винограда. Киш-миш лучистый. Такие вот красивые, компактные грудки. И здесь вот еще. А в этом году приятно удивил. Созрел, в общем-то, нормально в свои сроки. 20 сентября ягода полностью готова. Ягода такая по размеру. Для киш-миша очень даже хорошая. Не очень крупная, но и не мелкая. Приятный мускатный вкус. Конечно, если бы не шли дожди, не было холодно, то все было вообще идеально. Был бы супер сладенький. А так, ну, в принципе, сахар нормальный. Аромат хороший. Ягода не водянистая. Несмотря на дожди, несмотря на все природные катаклизмы, ну, и, в принципе, особенности этого года. Ну, приятно порадовал в этом сезоне. Это у нас память учителя. Плоховато рос. Ну, он мне все-таки в этом году, в общем-то, набрал силу. Грозди не очень крупные, но зато ягода здесь такая. Впечатляющая. Ну, вот здесь тоже такая гроздочка. Хорошая. Вот она. С этой стороны так вообще красавчики. Причем две грозди, да, и такие. Ну, все тут. Да, и ягода. И крупная, и красивая. Кстати, что интересно, смотрите, здесь ягода удлиненная, да. А вот на той плоскости, вот здесь, она такая более круглая. Хотя вот в прошлые годы как-то мне казалось, что она вообще вся более кругленькая. Но, видите, форма ягоды может немножко меняться. 20 сентября у нас сегодня. Ягода полностью готова. Ягода мясистая, такая плотненькая. С хорошим сахаром, несмотря на то, что стоит очень прохладная погода и шли дожди. Ранняя надежда. Название говорит само за себя. Она действительно очень ранняя. В прошлом году, 10 августа, уже ее ягодки можно было кушать. Но в этом году, вот 9 сентября у нас, спонбонд сзади, это мы пытались защититься от слишком ранних заморозков. Ну, здесь повезло, на этом участке морозика и не было. Вот сейчас, на 9 сентября, все, ягода полностью готова, ее можно кушать. Грозди, конечно, в этом году немножко такие некалиброванные. Вот смотрите, здесь покажу. Такая есть гроздь. Она плоховато опылилась. Ну, она плотная, плотная, как кукурузе. Но вот если бы она опылилась вся, я не знаю, что бы тут за бомбой висела. Ну, вот на второй гроздочке ягодка покрупнее, она чуть получше опылилась, да? Ну, тоже есть и мелкие. Ну, представляете, если бы это все мелко опылилась. Я не знаю, это было бы вообще супер вау. Ну, там внизу получше произошло опыление. Хотя в прошлом году к опылению вообще не было никаких вопросов. Ягода плотная, хрустящая. Вкус простой, гармоничный, такой очень приятный. Ромбик, кустику третий год. В прошлом году мы уже видели плодоношение. Но не очень он хорошо перезимовал. И думали, что вообще все будет с ним плохо. Однако, смотрите, вот из головы куста, да, пошли побеги. И на них, ну да, пусть небольшой, но тем не менее урожай. Ягодка, вот почему ромбик такой, можно сказать, ромбовидная форма. На самом деле, очень раннего срока созревания. Вот в прошлом году, в районе 10 августа, уже ягода была нормально съедобная, сладкая. И у ромбика немножко есть мускат. Вот этот мускат чувствовался. Ну, в этом году, конечно, запаздывает все. Тем более, видите, тут как начало все отрастать. Снизу, ну, на 10 сентября полностью ягодка готова. При этом, смотрите, сейчас вот подниму камеру выше. Ромбик может плодоносить и на пасынках. Вот пасынок. И вот тут тоже висит гроздочка. Мы ее, конечно, уберем, она нам не нужна. Но, тем не менее, может быть и такое плодоношение. Русвен янтарный, он же жемчуг запорожский. Сорт ультрараннего срока созревания. В принципе, при хорошем, в хорошем году, его можно есть где-то уже в середине августа. К началу сентября он, как правило, всегда готов. Даже в этом сложном сезоне я его показывала. По-моему, в 20-х числах августа уже его можно было кушать. При этом он прекрасно висит на кусте. Может висеть достаточно долго, вплоть до октября. Было мы как-то пару гроздей оставляли на эксперимент. Со временем ягода начинает вот в таком состоянии, в таком зеленоватом. Она уже вкусная. Ее можно есть. Со временем она становится более рыженькой. Вплоть до такого интенсивно-янтарного цвета. Даже вот эти вот ягодки мелкие, они еще не дошли до такой. То есть оно может быть еще темнее. Ягода хрустящая, средней плотности, сладкая. Вот кислоты у русвена как-то совсем не ощущается. Она может и есть, но она в такой гармонии, что на вкус ее не слышно. При этом, сколько он бы не висел, сахар, понятно, что он накапливается, но эта ягода никогда не становится такой вот притерной, которую вообще нельзя есть. Она всегда будет приятно вкусной. Вот это у нас все сеня. И даже на самом деле не все. Это только одна сторона куста. Есть еще и вторая. И это все у нас на двух плоскостях. Нагрузку он тянет шикарно. Вот эти гроздочки будут не килограмм, конечно, немножко меньше. Ну, такие не очень маленькие. И ягодки здесь тоже такие довольно крупные. В зависимости от сезона может несколько отличаться окраска ягод. Темно-розовый он должен быть. Но в сезоны, когда приходят холодные ночи, сеня становится более темным, вплоть до совсем темно-темно-синего. Нормируем мы его крайне редко. Грузим по полной. Лоза уже вызрела до самого верха. Он плодоносить может на всем, на чем угодно. На основных почках, на пасынках. Пасынковый урожай тоже вполне может созреваться в наших условиях. В прошлом году я это показывала. Ягода вкусная. Ягода конфетного типа с легким мускатным ароматом. Конечно, в неблагоприятные годы, такие как этот, когда холодно, когда идут дожди, бывает, что мускат немножко теряется. И может присутствовать не во всех ягодах. Но сеня и без муската очень вкусный. Что сахар он держит хорошо. Вот сахар дождями не размывается. Но вот эта вот конфетная ароматика такая леденцовая, она тоже остается при нем. Супер экстра. В этом году, конечно, очень радует. Своими урожаями. Тут и гроздочки хорошие. Срок созревания хороший. Сегодня у нас 3 сентября. Она полностью готова. И мы ее будем срезать. Показывала я ее вам в 20-х числах августа. Уже ее можно было кушать. Уже она была вкусная, сладкая. Вот со своим мускатиком. Вот смотрите, такие красивые грозди. К сожалению, камера не всегда точно передает свет. На камере он получается более зеленоватый, более холодный. На самом деле цвет более желтенький. Хорошие грозди. Хорошо в этом году пылилось. Треска в этом году тоже не было. Стояла сухая погода. Конечно, мы немножко поливали для профилактики треска. Но в этом году вообще вся ягодка целая. Вся ягодка красивая. Кишмишцимус. Третий год кусту. В прошлом году он уже плодоносил. Было 3 гроздочки. В этом году гроздей больше. 3 сентября. Он полностью готов. В прошлом году мы его снимали раньше. Но в этом году есть определенная задержка вегетации. Камера полностью не передает. Ягодки желтые, красивые, вкусные, ароматные. Гроздочки тоже такие, не мелкие. Что касается его кишмишисти. Возьмем сейчас ягодку. Посмотрим, что там внутри. Как видите, рудимент. И одна такая косточка побольше. В прошлом году, кстати, были полноценные косточки. Но они мягкие. То есть при еде они абсолютно неощутимы. Ягода сочная. С приятным цитронным ароматом. Черная вишня. Кустик молодой. Он был посажен двухлеткой. В прошлом году был первый сигнальный урожай. В этом году второй урожай. И в прошлом году у нас не очень было с лозой. Поэтому пока что тут никакой нормальной формировки. Кустик растет хоть как. Но в этом году, кстати, лоза зреет гораздо лучше. Несмотря на оставание в сезоне. Вот видно. Причем ничем мы тут не помогали. Но процессы уже пошли. И пошли достаточно интенсивно. Гроздочки вот такие вот крупные. Ягоды крупные. Конечно, нормировали в этом году. Оставила я по одной грозди на побег. Вот там вот такая красивая гроздочка. Можно было нагружать больше. Потому что вкус на самом деле очень хороший имеет силу роста. Но ввиду того, что такая была весна, там непонятно, чего было ждать. Поэтому оказалось, так как получилось, так и получилось. И вот что интересно. В прошлом году она немножко не дозрела. Была такая кисловата. В этом году как раз таки нормально созрела. Вот у нас сегодня 9 сентября. И, в общем-то, ягода готова. Ягода сладкая. Если не дозревает, то будет легкая кислинка. То есть вот кислота у нее есть. Но когда нормально вызрит, кислинка эта уходит. И появляется такой приятный фруктовый вкус. И потом очень приятное послевкусие. Ягода с легким хрустом. Очень сочная. Мякоть такая не совсем мясо-мясо. Ну и не водичка. Приятная такая плотноватая. Вот правильно будете сказать, да. Плотноватая ягодка. В общем, с учетом всех обстоятельств урожая вполне хороший. Покушать есть что. Но некоторые сорта еще и приятно удивили. На этом я с вами прощаюсь. Будет еще видео по техническим и универсальным сортам. Будут еще видео по тепличке. Тоже покажем, что у нас там. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых встреч!